Батюшка, ответьте мне, пожалуйста, нужно ли освещать квартиру и как правильно это сделать? Спасибо. Простите, пожалуйста, я не расслышал. Нужно ли освещать квартиру и как правильно это сделать? Спасибо. Квартиру, конечно, необходимо освещать, как всё, что нас окружает. Потому что для чего мы освещаем жилище? Освещение квартиры совершается по чину освещения храма. Такой же чин, только более сокращённый. Потому что любой дом – это место молитвы. Это место, где должна обитать благодать Божия. Для этого мы освещаем жилище, чтобы здесь присутствовал Дух Святый, который помогает нам исполнять свои житейские обязанности, помогает нам переносить трудности жизни, но прежде всего помогает нам молиться. Для этого мы освещаем жилище, чтобы в нём совершалась молитва. Как правильно это сделать? Ну, наверное, к этому надо подготовиться. Часто священники советуют перед тем, как освещать квартиру, освятить сначала своё сердце таинствами, принять тайство, исповеди, причастие, а потом же пригласить священников в квартиру, чтобы священник совершил положенные молитвы и совершил весь чин освещения. Важно ещё и после освещения, чтобы сохранить эту благодать, чтобы в квартире сохранялась благодать, необходимо жить, соответственно. Необходимо поддерживать молитву, необходимо поддерживать мир в своём жилище. необходимо удалить оттуда всё, что является соблазном на грех. И вот всё это как раз и служит тому, чтобы жилище превратилось в храм Божий. Может быть, он не такой храм, где совершаются литургии, но всё-таки это место, где христиане молятся. Таким образом, это тоже место молитвы, место, где присутствует благодать Божия. Наверное, имеет большое значение, какие изображения на стенах, какие книги стоят на полках. Конечно, имеет значение всё. Имеет значение всё. Если мы об этом не заботимся, то мы не чувствуем этой благодати, которую можно получить в освещении. Но прежде всего, в каком состоянии находятся люди, которые живут в этой квартире. Конечно, идеально, когда все ходят в храм, живут в мире, в согласии. Но такое бывает не так часто. И поэтому освещение квартиры иногда... Ну, люди освещают для того, чтобы помочь своим родственникам хоть как-то смириться, хоть как-то успокоиться, обрести хоть какой-то внутренний мир. И тогда вся эта обязанность поддержания мира в доме ложится на кого-то одного. Кто-то один, обычная женщина, которая переживает за свою семью. Она приглашает священника, говорит, «Батюшка, ну вот осветите, чтобы дома было поменьше ссор, поменьше скандалов, чтобы дети поменьше болели». И тогда на неё ложится, собственно, весь подвиг, чтобы она хотя бы вымаливала, просила у Бога, Господь помог её близким, родным жить в мире и сохранить благодать Божию.